МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Елена Шмелёва. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 28 июля в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Российский государственный деятель, граф, генерал-аншеф Роман Воронцов и немецкий философ Людвиг Фейербар. Российский художник Александр Иванов и российский генерал-фельдмаршал Иосиф Гурков. Польский писатель, публицист и историк Юзеф Игнац Икрашевский и советский художник Фёдор Решетников. Английский поэт Джерард Хопкинс. Советский физик, лауреат Нобелевской премии Павел Черенков. И советский актёр и кинорежиссёр Владимир Басов. Сегодня, 28 июля, вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день мировой истории был отмечен следующими событиями. В 388 году в битве у Аквилеи римский император Феодосий разбил претендента на трон Магнуса Максимуса. А в 450-м, упав с лошади, разбился насмерть император Восточной Римской империи Феодосий II. В 1540 году был казнён главный советник короля Англии Генриха VIII Томас Кроунвель, обвинённый в ереси и предательстве. А в 1586-м сэр Томас Херриот привёз в Европу картофель. В 1588 году английские корабли атаковали испанский флот в проливе Ла-Манш. А в 1794-м были казнены 22 деятеля Великой Французской революции. В 1907 году Россия и Япония подписали договор о защите китов при граничных водах. А в 1914-м Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Началась Первая мировая война. В 1944-м году от фашистских захватчиков был освобождён город Брест. А в 1957-м в Москве начался 6-й международный фестиваль молодёжи и студентов. Сегодня 28 июля. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 28 июля 1745 года родился Пётр Палин. Граф-генерал от кавалерии, организатор заговора против Павла I. С 1760 года он служил в Конной гвардии, участвовал в русско-турецких войнах. Был ранен при Бендерах и награждён в ноябре 1770 года орденом Святого Георгия IV степени. Во время Второй русско-турецкой войны Пётр Алексеевич отличился при штурме Очакова. В апреле 1789 года он получил орден Святого Георгия III степени. С 1792 года Палин правитель Рижского наместничества. Он вёл переговоры о присоединении Курляндии, Семигалии и Пельтенского округа к России. С 1795 года он генерал-губернатор Курляндской губернии. Так было при Екатерине Великой. А при Павле I в январе 1797 года за контакты с опальным князем Платоном Зубовым, фаворитом Екатерины II, Палин был уволен от должности губернатора. В феврале отставлен от должности шефа Рижского кирасирского полка и исключён из службы. Однако скоро вновь был принят на службу. Пользуясь неограниченной милостью Павла, в течение трёх лет он служил военным губернатором Санкт-Петербурга и начальником Оздейских губерний. Инспектором шести военных инспекций, великим канцлером Мальтийского ордена, главным директором почт, членом Совета и коллегией иностранных дел. В августе 1800 года Палин был уволен с должности губернатора, но в октябре вновь был назначен военным губернатором столицы. Считая своё положение непрочным, он вошёл в число заговорщиков против императора Павла I. Вместе с князем Платоном Зубовым был одним из его руководителей и организаторов. Палин добился от императора Павла I письменного повеления арестовать наследника и показал его Александру Павловичу, чтобы побороть его колебания в заговоре. Палин лично присутствовал при убийстве Павла I в марте 1801 года. После убийства Павла I он приобрёл непримиримого врага в лице вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, что не позволило занимать важные должности при Александре I. В апреле 1801 года Палин был уволен от службы в отставку с приказанием немедленно выехать в своё курлянское имение. 28 июля 1828 года в дворянской семье генерала родился Иосиф Гурко, будущий военный и государственный деятель. В 18 лет Гурко окончил пажеский корпус, из которого вышел корнетом в лейб-гвардейский гусарский полк и со временем стал умелым кавалерийским офицером. Во время Крымской войны 1853-1856 годов Гурко рвался в Севастополь и, чтобы попасть туда, сменил погоны родмистра гвардии на погоны майора армии со словами «Жить с кавалерией, а умирать с пехотой». Он перевёлся в Черниговский пехотный полк, но участие в боевых действиях так и не принял, так как в это время Севастополь был уже сдан, а вскоре заключён мир. Вернувшись в лейб-гвардии гусарский полк, Гурко командовал эскадроном. Отличившись лихой джигитовкой, Гурко обратил на себя внимание бывшего на смотре царя и был взят Александром II флигель-адъютантом. Будучи зачисленным в свиту императора, Гурко выполнял ряд важных административных заданий, связанных с проводимыми Александром II реформами. Зарекомендовал себя целеустремлённым, беспристрастным и прямодушным человеком. В свои 48 лет он был строен как юноша, вынослив, неприхотлив по-суворовски в еде и быту. Свой талант военачальника и выдающееся личное мужество Гурко проявил во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Командуя передовым отрядом, Гурко совершил успешный переход через Балканы и освободил значительную часть Болгарии. Потом, невзирая на троекратное превосходство противника, нанёс ему ещё ряд ощутимых ударов. За одержанные победы командир передового отряда получил орден Святого Георгия Третьей степени и звание генерал-адъютанта. Затем генерал вперёд, как стали называть Гурко солдаты, выдвинул план немедленного наступления за Балканы. Поход проходил в сильную стужу и буран. Во время похода командир отряда всем подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии. Гурко делил наравне с рядовыми воинами все трудности. После восьмидневной героической борьбы с горами, морозами и метелями, западный отряд Гурко спустился в Софийскую долину. Небывалый в истории зимний переход через Балканы предрешил исход войны, которая велась во имя освобождения болгарского и других балканских народов. Гурко разгромил турецкие войска и открыл путь к Константинополю. За этот поход Гурко получил чин генерала от кавалерии. Вклад Гурко в победу принёс ему не только чин генерала от кавалерии и орден Святого Георгия Второй степени, но и большое общественное признание. После войны жизнь Иосифа Владимировича протекала относительно спокойно и размеренно. В апреле 1879 года он был назначен помощником командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1882-1883 годах командовал войсками Одесского военного округа и исполнял обязанности временного одесского генерал-губернатора. Затем в течение 11 лет он являлся варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа, в полной мере олицетворяя собой сильную власть. В 1894 году Гурко по возрасту и состоянию здоровья вышел в отставку. Принимая отставку Иосифа Владимировича, император Николай Второй за долгую и добросовестную службу наградил его чином генерал-фельдмаршала. Последние годы жизни Гурко провел в своем имении в селе Сахарове Тверской губернии. Сегодня 28 июля в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 28 июля 1868 года была принята 14-я поправка Конституции США, гарантирующая гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории. Первый абзац поправки гласил, что все лица, рожденные в США или получившие там гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов. На основе 14-й поправки утверждались права чернокожего населения. В 1870 году 14-я поправка Конституции была дополнена 15-й, которая специально оговаривала, что право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok